Привет! Это шоу «Пятерка по английскому» и у нас для вас есть 10 вопросов о Британии, британцах и английском языке в целом. У каждого вопроса есть несколько вариантов ответов, но только один из них правильный. И сегодня проверить свои знания пришли Екатерина из Монино Московской области. Здравствуйте! И Дарья из Санкт-Петербурга. Всем привет! Замечательный дом. Приветствуем девушек и сразу первый вопрос. Рваные джинсы сейчас в моде. Как это сказать? И у вас начинаются 5 секунд на раздумья. Хороший вопрос. Очень интересные выражения. И у вас заканчивается 5 секунд на раздумья. И первый отвечает Катя. Как вы думаете, какой из трех фраз правильный? Я предполагаю, что это второй вариант ответа. Rip jeans are all the rage. Почему именно яростный вариант привлек? Не знаю. Вот как раз-таки то, что он яростный, это меня и привлекает. Отлично. Даша, как вы думаете? Я сейчас паникую слегка, поэтому я очень спокойная внешне. Я думаю, что, наверное, вариант, может быть, вариант 1, потому что range мы часто используем, когда мы говорим именно о коллекции одежды в магазине. Соответственно, может быть, rip jeans вот во всех коллекциях. В одежде они везде тут. Виктория Бекхэм сейчас, может быть, в таких джинсах ходит. Логично. Кто знает. Вполне. Но не rape, то есть не дискотечный вариант. Не знаю. Мне кажется, что all the range — это такой safe answer. Я понимаю, но я буду надеяться, что он правильный. Ну, хорошо. Это был достаточно безопасный ответ, но, увы, не настолько безопасный, чтобы принести балл Даши. Катя вырывается вперед 1-0. Это, действительно, all the range — это то, что они на пике моды. Вот. Range of jeans можно найти, конечно, в самих магазинах-супермаркетах и бутиках одежды, но в данном случае все-таки это all the range 1-0. И продолжаем. Дальше у нас такой вопрос. Бизнес английский. Что здесь пропущено? Stuff. Stuff. A staff. Вот такие близкие слова. И снова 5 секунд на размышление. Ну что ж, поменяем очередь. Даша, как насчет ваших размышлений? Что вы думаете? Ну, здесь точно либо первый, либо третий вариант, но слово «став» используется в множественном числе, поэтому, ну, мы также используем, допустим, артикль «э» перед словами, которые мы подразумеваем в единственном числе. То есть, по сути, мы говорим «э кофе», когда мы хотим сказать «чашечка кофе», да? Ну, я попробую сказать, что это ответ номер один. Stuff. First stuff. Пусть будет так, пусть будет так. Здорово, Катя. Я, пожалуй, полностью соглашусь с Дашей и выбираю тоже первый вариант ответа. Ну что ж, я полностью согласен с вами обеими и, видимо, такова реальность английского языка, что Дашей было абсолютно исчерпывающее объяснение, действительно. Артикль здесь был бы лишний. Ну, а stuff через you — это очень популярная обманка. Да, что назначать, кстати? Давай пять вещей. Всё, что угодно, на самом деле. Абсолютно. О том, как стать участником шоу, читайте на сайте bbc-russian.com И теперь у нас вопрос по американскому английскому. Вау, ну что, посмотрим, что там. The play was a real bomb. The play bombed. What does it mean in American English? It's been a tremendous success. There were many plus-size actors on stage. It's been a tremendous failure. На сей раз очередь Кате. Хорошо, я предполагаю, что это первый вариант ответа. It has been a tremendous success. Просто потому, что в русском языке, когда мы говорим «это бомба», это значит, что это что-то очень-очень крутое. Поэтому я думаю, что это первый вариант ответа. Очень интересно. Параллель. Даша, какой у вас вариант? Я в замешательстве слегка. В том плане, что... A bomb. The play was a real bomb. С одной стороны, bomb... Мы так можем описать, к примеру, bombshell. Красивая девушка, да. Но в данном случае, bomb... Либо это в положительном смысле что-то было прям вау. Либо все прям горело в огне. И было ужасным. The play was a real bomb. Так, я думаю, слишком долго, да? Нет, все хорошо. Check it out. Okay. Звону к другу? Помощь зала? Посмотрите еще раз на вопрос про американский-английский. Вдохните и... Я, наверное, скажу три. Пусть будет failure. Пусть будет failure. Или это у меня будет failure. Даша выбирает вариант номер три и равняет счет. Вау. 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 Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Два-два. И мы продолжаем с фазиологизмами, скажем так. В каком варианте устойчивое выражение? Даша. Да. Да. Вау. Вау. Я думаю, что вы думаете, что это внутри, и выберу номер два. Я думаю, что это внутри. Катя. Именно так же. Вау. Ну, а в случае с первым, это скорее такой намек на lost in translation, наверное. Но тут lost in to thinking так тоже нельзя сказать, да. И дальше к новостям мира науки. Наука, ой-ой-ой-ой. Посмотрим, что здесь. How many Brits received the Nobel Prize in 2018? None. One. Five. Five seconds. Это была подсказка. Five seconds. Что ж, на это расскажем. Итак, моя интуиция подсказывает, что это вариант номер три. Пять. Пять человек. Интуитивно. Даша? Точно первый ответ, ну, как это так? Второй ответ, ну, опять-таки, как это так? Ребят, вы что, мы британцы? Страна правой ноги Бекхэма и левой ноги Бекхэма. Да, ну, номер три. Пять. Или это очевидно, это вопрос по-твоему. Мы хотим получить пятерку. И мы, да. И мы, на самом деле, по-английскому. Кто-то сейчас получает пятерку по-английскому, но явно не кто-то хочет все в этой студии, потому что вы никуда не двигаетесь к этим вопросам. Это, действительно, был крайне неудачный год для британских лауреатов. Как же так? Был всего один, один человек, вариант номер два. И это был химик Грегори Уинтер. Ладно, он еще получил ее сам, а как часто бывает с наградами по химии и физике, еще разделил с двумя другими. Супер вообще. Вот это да. Ну, вот так. Пока мы остаемся на 3-3, на ноздря в ноздрю. И следующий вопрос про Трампа. О чем подумала учитель английского, прочитав ответ Трампа на свое письмо на тему стрельбы в школах США? The president's letter should be framed. Trump's grammar and style are surprisingly good. Too many sentences begin with the letter I. Очередь Даши. Почему-то мне кажется, что если бы я была учителем и получила бы письмо от президента, то на что бы я обратила внимание, так это грамматика и стиль изложения. И поэтому мой ответ будет номер два. Но, конечно же, кто знает, может быть там было очень много слов «я», «я», «я». Но я отвечу номер два. Хорошо. Будем надеяться, что Трамп грамотный. И много хорошо пишет. Хорошо, Леонт. У меня много талантов. Даша, ты читаешь мои мысли, потому что я тоже хотела ответить номером два. Номер два. И отвечаете номером? Да. Да. Мы продолжаем немножко таптаться на месте. Вот. Ну что поделать? Дело в том, что учителя, не только учителя английского языка, но и колоссальное количество людей просто пишут, чем очень сильно критикуют Трампа за его стиль. Поэтому очень вряд ли его отвечают, что он surprisingly good. Ну, как бы, может быть, Трамп расстарался бы ради этого конкретного случая, но учитывая его высказывания в Твиттере, и тот, в принципе, ведет в соцсети, особенно Твиттер. С ошибками. Мало того, что с ошибками, он еще и довольно, он абсолютно не меняет стиль ни на какие трагические события. Поэтому нет. Первое, судя по тому, что сама Иван Мейсон, видимо, не была великой фанаткой Трампа, она вряд ли захотела ставить его в рамочку. А вот третье, как этот вариант, вот Даша рассматривала, действительно, учительница не могла не заметить, что все начинается с я. Вот. И она не была бы настоящей школьной учительницей, если бы она еще и не исправила его ошибки и переслала бы исправленное письмо обратно. Это вообще гениально. Нормально. Вот. Настоящий учитель. Да, 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 да. На полях она написала, о май гад, this is wrong. Надеюсь, что красная ручка. О том, как стать участником шоу, читайте на сайте bbc-russian.com. А теперь у нас такой британский вопрос. Возвращаемся в эту сторону океана. И это города. BBC провела опрос среди британцев и попросила их в нескольких словах описать разные регионы страны. Внимание на экран. Какой город ассоциируется у британцев со словами cricket, classical music и chocolate? Bedford, Brighton или Birmingham? И пять секунд размышлений. Катя на очередь, кажется, да, подошла? Да, 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 моя очередь. Какой из трех городов аксессуруется с крикетом, классической музыкой и шоколадом? Ой, на самом деле довольно-таки сложный вопрос. Все на B. Но, пожалуй, я выберу третий вариант, Birmingham. Потому что мне кажется, что это подходящий ответ на данный вопрос. Вполне возможно. Даша? Я не знаю ответа на этот вопрос. И я знаю, что Birmingham — это второй по величине город в Англии после Лондона. Соответственно, мне кажется, по сути, там должно быть, наверное, больше всего, чем просто cricket, classical music. И опять мы с тобой выбираем один и тот же ответ. Я еще не ответила, я еще рассуждаю. Я еще рассуждаю. Да, я тяну время, чтобы подумать больше. Потому что я действительно не знаю ответ на этот вопрос. С одной стороны, кажется, что вроде как Бирбингем. Брайтон, с другой стороны, чем Брайтон или Бетфорд, плохие. Я отвечу Брайтон. Будь-бы Брайтон. Он такой Брайтон. Он должен быть ярким, положительным. Он должен принести мне удачу или провал. Принеси мне что-нибудь, Брайтон. Ну, хорошо. Смотрю. Брайтон, безусловно, что-нибудь кого-нибудь привозит. Люди обычно летят туда на море. И это, впрочем, никак не сказано о том, что у нас сейчас будет счет 4-3. В пользу Кати. Ну, логика даже при этом была абсолютно правильной. Брайтон действительно есть симфонический оркестр. Он на море. Он, да, там очень популярный туристический курорт. Но он как бы не остается у британцев, в первую очередь, с шоколадом. А почему Бирбингем остается с шоколадом? Потому что там есть Кэдбери. Собственно, там оттуда появился шоколад в Кэдбери. Обожаю. Все понятно. Ну, ладно. Ну, и крикет, это, наверное, совсем самый неочевидный момент. Но там, оказывается, есть крупнейший британский стадион Эдж-Бастон. Вот, который такой крикет, колоссальный крикет-гроунд. Так что... Но симфонический оркестр есть не только там, конечно, но... Там он, берненгерски, довольно известен. 4-3, и мы продолжаем. Which adjective is the odd one out, and why? Precocious, loquacious, garrulous? Ну, ну, ребят, ну серьезно? Ну что ж, Даша, какое слово кажется вам лишним? Как бы я не знаю, как так хорошенько связать, чтобы сказать точно. Я... Пусть будет вариант номер три. Хорошо. Он лишний? Да. Ага, хорошо. Или нет? Я вас запутаю, в итоге вы не будете знать, что я отвечаю, и в итоге вы не будете знать, что я отвечаю. Не, ну, хорошо, вы, допустим, вы, допустим, вы знаете первое, вы говорите, вы знаете первое слово, вы можете обидеть его со вторым теоретически. Хорошо. То есть, значит, garrulous лишний. Или нет? Да. Да или нет? Да или нет? Итак, что ты в итоге думаешь? Третий? Пусть будет третий. Катя, что вы думаете? Так, я думаю, что лишним словом является вариант под номером два. Просто внутреннее чутье мне так подсказывает. Будем надеяться, что оно говорит правду. Ой. Сейчас складывается уникальная ситуация, потому что вы выбрали разные ответы, которые бы неправильные. Сейчас мы видим, почему. Это нужно пять. Вы знали Precocious, вы могли бы остановиться на нем, потому что он, что, что означает Precocious, Даша? Precocious, когда вы, как я это понимаю, когда вы какую-то ситуацию, подготовились легка к ней и были осторожны. Ну, смотрите, хорошо. Вы выражаете это, да ладно, если это неправильно? Нет, 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 есть слово Cocious, которое очень похоже, которое C-A-U. Оно по-другому пишется. Да, и вот оно означает примерно то, о чем вы говорите. Precocious, которое мы вам дали, обычно означает какого-то очень радостного ребенка. Но, вторые два слова-синонимы, именно поэтому только уже с лишним. А, illoquacious и, простите, garrulous означает человек, который очень много говорит. Вот, поэтому от два, нам от один, остаемся при четырех-трех, и мы пойдем к суперзвезде Гарри Поттера. Что из этого не про Дэниэла Редклифа? He's a great fan of The Master and Margarita. He once celebrated his birthday in St. Petersburg. His favorite composer is Tchaikovsky. Катя на очередь. Катя, что из этого Редклиф не? Итак. Не делал, не читал, не слушал. Что касается первого варианта, вполне вероятно, что он является фанатом такого замечательного произведения. Также мне кажется, что вполне возможно, что он праздновал один из своих дней рождения в Санкт-Петербурге. Но, однако, может быть и тоже, что его любимым композитором является Чайковский. Но, пожалуй, я выберу вариант номер три. Хорошо. Даша, как вы считаете? Я думаю, что он фанат Мастера и Маргариты. И я думаю, что он любит Чайковского. Я думаю, что он, скорее всего, был в Петербурге. Но я сомневаюсь, что он праздновал день с моего дня рождения. Да что, не здесь, а там. Ты его там не видела, да? Да, я такая, где же ты, Дэниэл? Я думала, что-то я тебя не вижу здесь, да. Так что я думаю, что это вариант два. Хорошо. Пять-три. Сейчас объясним, почему действительно он не любит Чайковского так сильно. В пользу Кати. Все, все понятно. Сейчас объясним, почему. Он действительно, более-то он праздновал не какой-нибудь там день рождения, а двадцать первый. Вау, неплохо, неплохо. А Мастер Маргарита, правда, он, если не самый любимый, то один из его самых любимых романов. Он не раз даже его называл. И Чайковский. Я разделяю его мнения. А как и Чайковский? Вот Чайковский, видимо, не настолько. Ну что ж, передохнули. И последний вопрос, опять на идиомы. Да. There might be some of you who will resort to desperate measures to get on our show. In other words, by hint or by dint, by hook or by crook, by hack or by crack. Последние пять секунд. Звучат все так красиво. Даша. Какая идиома. Действительно идиома. Я склоняюсь между вторым и третьим вариантом почему-то. Они для меня одинаково плохо звучат. А мне нравится. Так красиво. Одинаково плохо в том плане, что они в него как бы, ну... Я считаю, что тот, кто создавал эти вопросы, он вообще прям... Прям пятерка по-английски абсолютно. Я бы хотела познакомиться с этим человеком. Да. Я пытаюсь сейчас вот интуицию реально сказать. Так, что ты мне подожди сигналы. Окей. Я смотрю на фразы. Вот что тебе больше всего понравилось? Вот что? Это уже не работало, понимаешь? Это уже было в следующем опросе, я уже там пробовала. Окей, окей. Так что... Да. Есть еще варианты, как использовать интуицию. Так. By hook or by crook, by hack or by crack. By hack or by crack. Пусть будет by hack or by crack. Hack, просто я знаю слово hack из другой фразы. What the heck? Это я после передачи скажу свою интуицию. What the heck? Like, really? Like, today, like, сегодня нужно было вот так вот. Когда ты сама решаешь тесты онлайн, и никто не видит. Босс. И когда ты на BBC, ты как бы... Ну, ладно. Да все хорошо. Да все правда хорошо. Значит, третий вариант. By hack or by crack. By hack or by crack. Whatever. Катя. А я выберу, пожалуй, второй вариант ответа. Он мне больше всех нравится. Ну, и как бы... Hook. Не знаю. Может быть, это как-то сезон. Ну, то есть все уже. Крючком будет. Цепляться, да. Да, цепляться. Да. Ну, в этом есть логика. Хорошо. Второй вариант выбирает Катя. И Катя побеждает сегодня. 6-3. Субтитры сделал DimaTorzok. Я бы хотел ответить, конечно, бузбоги. Поразила реакция Настя в данном случае. Я, с одной стороны, это знаю, с другой стороны, нет. Черт, вопросы такие сложные. Это такое, когда ты слышал о чем-то. Если бы можно было, я бы кинул монетку. Продолжение следует...